Меня зовут Марина Магрилова. Уже более 30 лет я вожу экскурсии по Израилю. По опыту знаю, что часто самое большое впечатление остается от самостоятельного открытия чего-то удивительного, такого, что видел, но не замечал, мимо чего проезжал, но не знал, что стоит остановиться. Я постараюсь показать вам именно такие места. Не судите строго, мы только осваиваем дрон, купленный специально для этой цели, а я гуляю по развальным с умной палкой для сельфи, которая все время смотрит на мою физиономию. Качество съемки, шум улицы, жужжание дрона, да и мой неприукрашенный парикмахерской и помадой вид. Все это свидетельствует только о том, что хочется с вами делиться прямо на месте, без сложной подготовки и съемок со штатива. Надеюсь, что освоят формат получше, и тогда качество вырастет. Сегодня мы путешествуем в Древнюю Тверию, археологический парк Берку. К нему можно подъехать, ориентируясь на гостинницу Lake House. Парк открыт в будни с 4 часов дня и в субботу с 11. Вот пошла запись. Мы смотрим на вход в Древнюю Тверию. Причем город этот был построен 2000 лет назад сыном Ирода, Иродом Антипой, как столица царства. Тверия – удивительный город, который тысячу лет, то есть вплоть до X века новой эры. Тверия – это центральный город, в котором сначала заседал Синедрион, потом он был закрыт. Здесь написан Иерусалимский Талмуд, здесь созданы фактически знаки кантиляции, огласовки. Все это сделано здесь мудрецами вплоть до X века новой эры. Вот Кетера Рамцова, знаменитый канонический, по которому сравнивают сегодня тексты Святого Писания, написан здесь. И Тверия – фактически город, в котором заканчивается все. То есть это первый город Галута и город, который очень долго, уже тысячу лет после разрушения храма, еще вполне существовал и давал еврейских мудрецов. И еврейское творчество здесь процветало. Иерусалимский Талмуд написан в Тверии. Недаром Рамбам хотел, чтобы его похоронили в Тверии. И город существовал достаточно долго, и поэтому мостику кто только не ходил. Древние Твери удивительные совершенно. Пьют, и вот то, что поют на дни трепета, все это создано здесь. И мудрость еврейская именно из Тверии, поскольку Иерусалим и Иудеи были закрыты, именно из Тверии распространялась на весь еврейский мир. Можно обойти вокруг раскопок и посмотреть на окрестности. Вот в частности, сейчас мы подойдем к городскому входу. И посмотрим на этот вход так, как его видели все те, кто прошел здесь. А прошли здесь, кто только не прошел здесь. Здесь бывали и Иуда Анаси, и Раби Мейр Бааля Нес, и Раби Акива, и знаменитые Раби Йоханан и Реш-Лакиш. Древняя Тверия располагалась где-то на полкилометра севернее, нет, простите, южнее, чем современная Тверия, и использовала гору. Вот прямо за мной видна гора. Это та гора, которая использовал город. Это дополнительные два часа тени. Город очень жаркий, погода здесь практически всегда лето, причем жаркое лето. И дополнительные там полтора-два часа тени, которые давала гора, это и послужило местом выбора для города. Причем, когда в городе был уже вечер, село солнце или нет, смотрели на противоположную сторону Кенер, это там гора Сусита. Если она освещена солнцем, значит, еще не кончился день. Это очень важно в определении начала, конца субботы, начала, в общем, Сусита давала определение конца и начала дня. То есть Тверия имеет два древних центра. Один здесь, это древняя Тверия времен создателей Талмуда, и Тверия средневековая, Тверия времен Рамбама, Дон и Грации, вплоть до современного города. Ну, так вроде я все рассказала более-менее. Пойду. Пойду обратно. Продолжение следует... Продолжение следует...